Выживают без денег. В посёлке Сладкое на линии разграничения в Донецкой области многодетная мать Елена Ладоню каждый день вынуждена бороться за жизнь своих детей. У старшей дочери заболевание почек, а двум младшим бывает просто нечего есть. Историю продолжит Татьяна Блинова. Надо иметь вдохновение. Лизе 11 лет. Она мечтает учиться в художественной школе и стать настоящим мастером. Но в родном посёлке даже цветные карандаши купить негде. Вокруг война, разруха, безденежье. Это искорка из мультика «Пони – это дружба». А ещё её мечте может помешать болезнь. У девочки воспаление почек. Она месяцами лежит в больнице. Колики такие. Сперва тут болит, потом вот тут. Обострение бывает несколько раз в год, говорит мама Елизаветы. Вот на что уходят тысячи гривен. Лекарства тоже нам выписывают для лечения почек. Вот эти вот все лекарства. Но это хватает ровно на месяц. Но и то, и то тоже. И ещё не всё. Социального пособия на препараты не хватает. А пойти на работу Елена не может. Ей нужно быть рядом с больным ребёнком. Семья Ладонюк живёт в посёлке Сладкое. Это на самой линии разграничения. Здесь страшнее всего по ночам. Обнимемся и лежим. Ждём, пока мы всё успокаившим. Не бойтесь. От взрывов дрожит земля и трещат стены. От бомбёжа всё. Вот это вот рушится, сыпется. С той стороны хаты там тоже всё сыпется. Когда мама заботится о больной дочери, на хозяйстве младшие. Вячеславу восемь. Он уже многое умеет. Поет и кормит кур. Собирает яйца к завтраку. Нету. И ту нету. Нигде бывали. Сегодня дети без любимого омлета. Но голодными не останутся. Волонтёры гуманитарного штаба Рината Ахметова привезли жителям села наборы выживания. Многодетная семья получает сразу 4 пакета с продуктами. И каша есть, и крупы есть, масло, сахар. Всё есть. Они регулярно получают помощь штаба Ахметова. Елена говорит, без такой поддержки они бы не справились. Таких бы людей, я бы сказала, как Ринат Ахметов, таких бы больше людей, за то, что они помогают людям. Потому что в таких случаях просто без них людям не выжить никак. Два года гуманитарный штаб не оставляет в беде мирных жителей Донбасса. Уже роздано более 100 тысяч тонн продуктов. Всё это время, несмотря на боевые действия, бригады мобильных волонтёров работают по обе стороны линии разграничения. Доставляют жизненно важную помощь в 425 населённых пунктах.